Дамы и господа, с вами Илья Карифан. Мы находимся в Солчерч. Сегодня реюнион всех парольцев или иммигрантов, беженцев, которые прибыли по паролю в Соединенные Штаты за последние два месяца. И сегодня приглашение просто людей на такой реюнион, сбор. А, кстати, тут все украинцы. И я постараюсь разговаривать о ридне моего, но у меня я вообще вчусь. Так что, если что, добро пожаловать. Смотри, какое огромное количество людей собрались под крыльями украинского флага. Обычно здесь проходят мероприятия по названию Парасов. Там есть кофеварня. Ну и сегодня кофе раздают здесь. Вау, как здесь уютно. Здорово всем. Привет, Илья. Как вас зовут? Меня Олег зовут. Спасибо за ваше видео, за ваше видео. Откуда вы прибыли? Мы с Одессы, с Украины. Класс. Добровожил, вы уже здесь жили? Да. То есть, вы первым делом через гуманитарный пароль в каких числах вы перебрались? В каких числах? 5 апреля. Вы еще ждали в длинной очереди или в короткой? Мы в длинной. В 3-3 суток мы были в Мексике, в Церкви. Я не знаю, как это называется. Мексиканская, да. Розарита. Розарита, да? Да. Круто. Волонтерам просто огромное спасибо. Они делали там прекрасную работу. На самом деле, когда вы уехали, там так наладилась система еще лучше. Даже тогда, даже тогда это было больше, чем мы могли всем представить. Мы когда ехали до Мексики, я как-то приблизительно... Ну, во-первых, первый раз летели, никогда в жизни не летали, и я думаю, ну, до Мексики, ладно, а как в Мексике найти? Я знаю, что есть волонтеры, но как это все будет? В общем, мы когда приехали, смотрим, большая табличка, там, с Украины. И ребята, давайте сюда, давайте к нам. В общем, приехали. Да, там, сразу позвали, посчитали, записали, говорят, ждите, сейчас будет, ну, этот, микроавтобус, отвезем уже на бордер, и, в принципе, там, и поэтому, это, милость Божья, так чудно, потому что я, ну, жене говорю, я говорю, вообще не знаю, что делать, мы приедем, сейчас выйдем с аэропорта, что делать дальше, куда идти, сейчас будем буглить, что-то смотреть, и когда ребята стояли, и просто говорят, вот, говорит, вы с Украины, а мы такие испуганные, да, они такие, давайте сюда, там как раз и Славу. Спасибо огромное всем, кто там трудился, спасибо огромное вам за информацию. Добровольцы, которые не выпали в кадр, мы вам особенно благодарны, вы создали эту атмосферу, и вот через вас прошло десятки тысяч людей, ну, где-то два десятка тысяч. Все, спасибо вам, друзья, добро пожаловать, чувствую себя как дома, у вас сестра, у вас, вы под крышей. Я вам писал, сегодня по поводу работы, сантехника. А, окей, окей. Он сказал, что у него нет отдыха работы. Петру, да? Да. Ну, будем искать. Да, окей. А можно с тобой звонкаться, привет? Здорово, как тебя зовут? Юрий. А, как вас? Галя. Галя, как вы давно здесь? А то я это смотрю, смотрю, как тебя словили. В Мексике не словили, здесь тоже. В каких числах зашли? Мы месяц назад приехали сюда. До... Вы в лагере были? Да, мы были уже в этом... В джиме? В спортзале? В спортзале, да. Класс. Там уже на улице у нас там было. В каких числах? Мы седьмого числа сюда приехали. ну, это раньше. Да, три дня. Да. Потому что уже в спортзале уже началось движение, там, после вашего езда, там люди по дню ждали. Ну да, а мы приехали, получается, туда, и как раз там всех туда собрали, со всех точек. Только начали. Это первый день был, когда начали запускать 50 человек на автобусе. Откуда вы приехали? С Украины, Житомир. Житомир? Да. Как вы здесь устаканились? Есть ли у вас... У нас родственники здесь, да, помогают, пока нам, пока у себя, ну, мы у них, да. Ну, тяжело адаптироваться здесь все сначала? Тяжело, потому что не знаешь, как, куда, язык другой, все другое, законы все другие. А вы раньше не планировали сюда ехать? Ну, когда-то хотели сюда, ну, что мы так сюда приедем, не думали даже. Все бросить, все оставил, и просто... И через Мексику, вот так вот, столько будет помогать, и так все будет. Вот так сидишь, и думаешь, и как бы... А какие сложности вот сейчас, вы уже месяц здесь, зачем вы тоскуете, скучаете, какая у вас, есть такое прям тоска? Родные там остались, родители. Так и родители. Да, Просто все дети разъехались, родители остались с ней, и помогать, ну, как бы, никому им может там, никому. Вот это, надо тут адаптироваться как-то самому, и уже может в следующем будущем как-то их сюда забирать, потому что... Я думаю, придет время, вы вытащите их всех на свете. Все, добро пожаловать. Напомни, как зовут? Юрий. Юра? Галя. Галя, Илья. Все, welcome. Так, с кем вы еще познакомились? Здесь кофе, чай. Здравствуйте, здравствуйте. Вы уже взяли кофе? Ну, нет, я не ехала, вы недавно эмигрант тоже? Да, да, мы недавно приехали. Из Витки вы? Мы в Хмельницке. А где это? Украина, в Хмельницке. Хмельницке? А! Винница, в Хмельницке. Все, я как-то послышал с другой. Как вы адаптировались? У вас родители здесь, или вы просто так? Нет, мы сами приехали, двое нас тут никого нет. А почему Сакраменто? Почему нет? Хороший вопрос. Это лучший город. У нас тут много, это во-первых. Во-первых, наши много, во-вторых, возможности работы. Нас приняли американцы в семью, да, мы пожили, да. Сейчас сняли свою квартиру, я пошла на работу, я скоро иду туда, вроде бы все хорошо. Вау, ну вы такие позитивные. А есть ли какие-то сложности, с чем вы столкнулись? Сложности? Привет, привет. Привет, Юра? А вас как? Юля. Юля, Юра, класс. Она так у вас гладко все проходит, я уж удивлен. Пока да, а мы тоже сами в шоке. Да, мы вас куда-то смотрели, да. Ну а сейчас вас смотрят вся в Украину. Скажите, что вы посоветуете людям, которые думают о переезде по спонсорке программы? Стоит ли того или это сложно? Почему нет? Да, почему нет? Если... Просто не бояться. Просто не бояться. Да. Просто не бояться. Большинство людей, когда ты приезжаешь, неизвестность. Боится неизвестность, боятся все оставить. Мы оставили квартиры, машины, пизда сан. Все оставили, просто в один день зібрались, сели и бегом выехали. Все. Да. Ничего не бояться действовать, что-то пробовать, пытаться. Жизнь это поток. Когда ты в потоке, это круто. Самое хуже, это ничего не делать, лежать на диване, ничего не ждать. Тут люди очень сильно помогают. Во всех моментах все один одного поддерживают. И тут вы тоже кому-то треба. Не так, как рассказывают, что вы там никому не надо. Вы тут очень всем... Короче, очень один одному треба. И все очень один одного поддерживают. И все помогают. Потому что мы в месте добра. Сакраменто, город добра. Спасибо. Пойдемте дальше. Парни, привет еще раз. Здравствуйте. Привет, Илья. Здорово. Я связался с этим человеком. Все получилось, уже договорился. Напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о выигрыше грин карты моей женой. А, вы выиграли? Грин карту, да, супруга. Кстати, вот ребята пришли по паролю, да? Мы по паролю зашли. И потом проверяем седьмого числа все проверяют грин карту. Кстати, если еще не знаете, зайдите, проверьте. Вдруг вы выиграли. И вы выиграли? Да, и мы оказались с этими счастливчиками. Что дальше? Дальше все, начинаем действия. Отсюда, с места уже можно? Отсюда, с места, не выезжая с территории США. Можно получить грин карту. Сегодня я разговаривал, ты мне направил человеку, тот человек меня перенаправил другому человеку. И мы связались с офисом Лос-Анджелеса, там у них адвокатская контора, контора, и все, все красиво, все хорошо. Класс, за тебя особенно, особенно рад. Ты красавчик. Я тут ни при чем вообще. Нет, ты тут при чем. Как раз ты тут при чем. Бро, все, друзья, добро пожаловать. Привет, Львичина. Львив. Как вас справит? Это ваша? Нет, привет, Илья. Вы из Львова? Львова? Кировоград. Червоноград. Так что я с вами буду на родной мове. Надо практиковаться. Как вас? Слушай, я забыл. Слава. Слава. Мы с Лавой познакомились в лагере для беженцев. Вы там сидели на обеде, кушали вместе. Кстати, безлимитная еда. Вообще, такой лагерь, я не знаю. Лучший лагерь, пятизвездный. И вроде для беженцев. Как, Слава, вы за месяц здесь адаптуетесь? Адаптуемось потихоньку. Документами трошки и за хвостки. Дозволь на работу не получили. Ну, так не так все швидко. А так все, слава Богу. Как ваши дела на Украине? Ваши батьки еще там, да? Батьки, все брати, сестры. Один брат, только в Шарллете, зараз есть. Но он уже приехал по визе сюда, чуть-чуть швидше. Назад не ели. Чтобы вы знали, Слава выращивал очень много... Что вы выращиваете? Пшеницы на весь свит. На весь свит? Да. Украинская пшеница экспортируется по всему миру. Так что ваше прачи. Здорово. Вы местные эмигранты? Давно уже здесь? Я местный, она приезжает. Спасибо, спасибо, что проводите красную дорожку перед эмигрантами. Как вас зовут? Добро пожаловать. Лика, если вы еще Лику не знаете, познакомьтесь. Это она с тысячи людей расселила по местам. Ну, не тысячи, но я умножил. Давайте по месту стоять, приседать и две хвилины мы распочинаем. Пожалуйста, потихоньку подходьте поближе до того, чтобы слышать нашу программу, которая сегодня будет здесь. Ой, увидите, увидите. Потому что куда мы идем? Не, что мы тут видим? Тут регистрация? Да, тут регистрация, это записывается. Попросили постоять, регистрацировать людей. Что у нас тут есть? Илья, я думаю, тебе не нужно это, тебе все так знают. Нет, я как все. Я про нас все. Смотри, это церковь соль, организатор. Это outreach academy, английская школа. А нет, это школа для детей, самая красивая школа. Highlands community, где все учат английскую мову. Вот это мы. Вот это мы. На какой странице? Знайди меня. Смотрите, когда я закончил школу, 17-18 лет, я пришел к дяде, и говорю, дядя, хочу работать. Он говорит, покажи, что умеешь на фотошапе. Я что-то сделал, мне сейчас стыдно, покажут. В итоге он мне дал шанс, я стал работать в Афише, и потом меня погнали работать корреспондентом в газете вечерний Сакраменто и чуть-чуть в диаспоре. У тебя поличный багаж за спиной? Ну, меня заставили просто. А потом вот наш недавний продукт это Ukrainian Diaspora. Посмотрите, Статуя Свободы Украина. Скачайте и заходите на этот веб-сайт, и тут вся информация именно как адаптироваться в Америце, как працю и скажи, какие там контенты. Что там можно найти? в Ukrainian Diaspora. Кстати, вот эта реклама мне обходится бесплатно. Не, не бесплатно, я отрабатываю. А если вы хотите быть в афише, рекламироваться в группе мигрантов, в диаспоре, в афише, на радио, вообще везде, наш телефон един. 487 9701. Как будто рекламный агент, но я не агент, я просто человек. С Тежинка на вот этом журнале мы выросли. А людям что-то бесплатно, значит, за это кто-то заплатил. Согласен. Испохнят всегда. За мероприятие тоже кто-то заплатил. Да, как бы, на самом деле, да. Вот эти вот парни, они находят спонсоров, чтобы мы здесь радовались. А спонсоры это обычные парнии люди. Абсолютно. Так, ну, в общем, здесь можно контент взять. О, дуже гарно. Привет, мы из Украины! что сегодня будет? Украинская тусовка. Мы даже не знаем, насколько много людей, что все будет хорошо. Эрик сказал, приходи, по кофе попьемся мигрантами. Тут людей будет. Привет. Мы думаем, не пообщаться, свободно посидеть, один на один там. Но, так получилось, прийти велика частину. Ну, это классно. и мы там дуже рады. Дуже рады. И это, друзья, сердце нашего города. Это парасолька, это все лагеря, это все. Вот тут. Почувалки. Привет, Одесса. Здравствуйте. Я вчера по радио слышал, ты сказал Одесса. Все слышали, да? Это как это мог? Это не я. Это... Я не слышала. Ты слышала? Я прям... Это я ходил друг к другу. Я чуть в Арию не попала. Я по тормозам думаю, кто это? Саша. Юля. Юля является редактором газеты Диаспора, о которой мы только что говорили. И веб-сайт, и вообще человек информатор на ногах. Ты сказал очень важную информацию, потому что очень сейчас все боятся стать спонсорами, потому что ответственность, все такое, люди прям аж отказываются от родственников. Ну, не отказываются, а просто не хотят. Отказываются, называли еще своими именами. Отказываются от родственников. Не хотят становиться спонсором по программе You4You. Скажи, вот ты сделала research, что вообще грозит человеку, который приедет по спонсорской программе и станет на медицинскую страховку. На самом деле, Калифорния, она опять отличилась. Калифорния, она у нас впереди планеты всей, как всегда. На этот раз в хорошем смысле. Если человек, любой человек, зайдет на сайт департамента социальной помощи и впишет слово Ukrainian, он сразу получит доступ к двум документам, которые изданы специально для внутреннего пользования работников департамента, где сказано, что все приехавшие по паролю, по паролю меньше года и по статусу вот этому temporary продэкшн, да, ТБС, они все имеют право на медикл, полное покрытие. И этот медикл дает штат Калифорнии. То есть на федеральном уровне спонсор отвечает за человека, на федеральном. Но на уровне штата Калифорния все украинцы, приехавшие по temporary продэкшн статус, по паролю, через мексиканскую границу меньше года, не через мексиканскую границу на год и больше, они все могут получить полный медикал. Калифорнийская страховка. Если человек садится на трак и уезжает в другой штат, попадает там в госпиталь, страховка тоже действует. То есть это именно калифорнийский медикал. На плечи спонсора расходы о медицине в Калифорнии не ложатся. Это абсолютно официально, абсолютно точно. Неполее того, те, кто приехал на год и больше, они могут и темпы получать. Это тоже все официально. Нужно сесть, разобраться. Там такая формулировка интересная, там написано «мэйби», в официальном документе. Вот из «мэйби». Если ты приехал один, без ребенка, у тебя есть какие-то доходы из Украины, тебе не дадут эту поддержку. Но если ты приехал с детками, у тебя нет дохода, тебя рассматривают, тебя рассматривают, то есть твою семью и тебе дают это. То есть «мэйби» это имеется в виду «мэйби» это означает, что можно рассмотреть твой статус. Если у тебя есть дети, если у тебя нет дохода, ты можешь податься на эти пособия. Твоему спонсору за это ничего не будет именно в штате Калифорния. Так что не бойтесь, подавайте на страховку. Подавайте на спонсорство для своих родственников, друзей или просто незнакомых людей. И вы можете помочь кому-то изменить жизнь. Юля, спасибо тебе. Где можно прочитать это все? Давайте подавайте ссылки на эти официальные документы, чтобы мы просто под этим видео получили ссылки на веб-сайт, где все сказано шаг на шаг. Как отмечать? Кстати, организация «Новой Украины» передавайте документы, письма на русский язык. Вау. Будь ласка. Спасибо. Юля Дусина, просто легенд. А теперь давайте окунемся в историю эмигрантской тусовки. И каждый из нас, заехавши в эту страну, чувствовал какие-то какие-то переживания. Тому мы понимаем вас. И мы хочем, знаете, мы должны где-то разрадить вас, сказать не все погано, або не все так, знаете, в таком розуму, колори, через такие окуляри можно смотреться. Мы хотим говорить про певную реальность проживания в этой стране. Хочем поделиться досвидом. Хочем також дать какие-то важливые ценные поради, кого-то разградить, а кого-то упустить. Знаете, навіть и так иногда нужно для того, чтобы понимать, что происходит. Что происходит. Друзья, одни из важных целей также есть. Мы хотим и молиться за вас. Благословляться, чтобы Бог благословил, потому что есть понимание того, что не все зависит от человека. Есть тот, кто контролирует все, что происходит. Поэтому, друзья, наша цель вам помогать. И поэтому в этой стране, в этом месте есть церковь Сол, что в перекладе означает джерело жизни. И мы открыты. Позже я расскажу вам дедалі больше информации про то, что происходит на этой территории, что мы хотим предложить для вас и чем мы можем быть для вас полезными. Ну а сейчас Эрик расскажет, что у нас дальше. Спасибо, Сергей, за важные слова. Друзья, у нас собраны важные люди нашего города. И мы будем с вами делиться информацией про то, как дальше вам рухаться в США, как отримать разные программы по помощи украинцам в Сакраменто. Конкретно у нас есть представители разных организаций, как христианских, так и святских. Поэтому все эти люди сегодня будут до вас вертатись. Вы будете брать то, что вам полезно, что вам полезно, вы будете откидать и передавать кому-то другому. Поэтому тут ризная информация загальна про наше место, про то, что у нас в месте есть, какие ближшие проекты, какие люди, которые могут вам помогать в этом месте, организации и так далее. Поэтому сегодня будет ризный набор, ризная информация, поэтому вы записывайте, запоминайте и после этого будет еще общение, вы сможете подойти до этих людей. Так как мы находимся на территории церкви и если вы проходили через Мексику, скажите, кто из вас был в Тихуане? Поймите руку, пожалуйста. Вот это мексиканцы Ола Комустас, вы слышали эти слова? То хочу вам сказать, что все, кто вы проходили через Мексику, вас там встречали христианские волонтеры из разных церков США, из разных конфесий, православные, католики, протестанты, разные христианские волонтеры были объединены. Мы поехали в Тихуану, когда слышали, что наших людей там обдуряют. Мы поехали в Тихуану, когда понимали, что там есть потреба, и мы должны там помочь. Для того, чтобы каждому из вас помогать безопасно в США. Тому тем волонтерам, которые все хотели помогать, мы подякуем. Потому что я вижу волонтеровские планы, и я хочу вам очень благодарить, что вы видели свой час и были там. И эти христианские волонтеры поехали туда благодаря тому, что есть церковь. Нам церковь сказала, идите туда, помогайте нашим людям. Поэтому я хочу, чтобы сейчас пастор Украинской церкви Сергей Володимирович Почапский вернулся и дав несколько порад, не только физических, где нам есть, а где духовно поедать. Поэтому, пожалуйста. Добрый вечер всем, рады вас приветствовать на территории Украинской церкви СОЛ. Я скажу, что 130 славянских церков, это около 125 русскомовных, молдавских, руминских, основном русскоговорящих, и 5 украинских церковь, и территория, на которой вы находите здесь тоже Украинская церковь, вы можете найти СОЛ, СПРИНГ ОФЛАЙФ, так что мы рады, что вы пришли сегодня до нас вечером, каждый субботой, о четвертий године дня, у нас тут распространяется территория парасолька, кто приходил на парасольку, хоть раз, ну поднимите руку, пожалуйста, о трошки я трошки я трошки ось бачите парасолька в нас зроблена мы еще правда не покрили до кинца така прийшла идея рік тому назад для всех эмигрантів не дивлячись звідки вони приїхали щоб в суботу могли зустрічатися для того щоб пить кави обменяться информацией и помирить можливостей допомогти друг другу один одному ви знаете что практически майже рик больше 2 года ехали очень много из России людей приблизно если была парасолька 200 людей то из Украины было 10 людей а 190 это больше ехало из России из Киргизстана Узбекистана и других стран в связи с войной поменялась какая цифра ось большие присутники украинцей и десь приблизно 5% присутних россиян которые тоже приезжают сюда вы знаете что сейчас на территории нашей земной батьковщины идет война и связано с тем что много наших украинцев сегодня россиян по всему свиту когда мы читаем Библию читаем Евангелие мы находим что 5 випадков было когда Христос описывается буря на море если вы читали Библию або смотрели фильм Иисус вы увидели что Христос учни плели на лодке и подняли сильную буря они не знали что делать Христос спав они разбудили Христа и говорят ему что мы погибаем все нам конец написано что Христос встал запретил море и запретил буря и все стихло и все начали дивоваться кто это таки что и море покоряются ему и в старом заповедении когда Иона текал сильно буря поднялась и он проснулся и говорит киньте мне море и буря успокоится так что ризни ризни випадки один из випадков один из випадков записанный в дии святих апостолов когда апостол павло плыв в рим для того чтобы произошел суд над павлом кесаря и я только два вирса прочитаю из этого рима это 27 раздел дии святих апостолов 22 вирс а теперь вас благаю тримайтесь на души бо ни одна душа з вас не сгине окрім корабля и останний вирс 44 а инший кто на дешках а кто на чим нибудь с корабля и таким чином стало что все врятувались на землю один из выходов из бурь что корабль загинув все что было на корабле разбилось повикидали речи своими руками и когда корабль разбился то они на дешках кто на чом кто на дешке кто на тому и ни одна людина не загинула стаются инколи такие штормы Все тебе выдают, ты все тащишь, украинский менталитет складаешь, думаешь, прогадайся, 20 лет пролежало. Поэтому я даю такую пораду. Если вы полтора не пользовалися речью, то вы кидаете ее. Три речи, четыре я хотел бы вам порадить в Америке. Первый – это семья. Ей нужно защищать, ее нужно защищать. Второй – это церковь, где вы сможете не занеподать на душу. Третий – это работа. Четвертый – это друзья. Семья, церковь, работа и друзья. Есть разные друзья, есть разные люди, есть пессимисты, есть оптимисты, есть реалисты. Поэтому держитесь, узнавайте с друзьями добрыми, которые прожили деякий час и могут вам очень хорошо дать пораду. Останнее. Если Господь сохранил вашу душу, и вы перебрались на территории Америки, может, вы много чего потеряли. Не занеподайте на душу. Господь сохранил ваше життя. Не все добрались сюда. У нас есть випадок, когда одна семья ехала в Средней Азии. 300 километров до Тихуани. И они ехали, трои детей, женка и человек. И человек взял так до сердца, серед дороги помер. И женщина витягнула его из машины, и трои диток стоят, все плачут, и не знают, что делать. Представьте себе, она начала звонить, тело отправила и дальше до Америки добралась. Господь сохранил ваше життя. Вы добрались сюда. Поэтому Господь вас благословляет. Вы пройшли через боль, но душа ваша сбережена. Не занеподайте на душу. Аминь. Давайте подякуем пастору, дякуем за гарное слово. Это очень важно в этой стране мать правильных друзей, особенно которые могут тебя направить в правильном направлении. Поэтому дякуем вам за это слово. Зараз я запрошу сюда. У нас сегодня присутний тут відповідальний за Ukrainian American House. Это Украинский Американский ДИМ. Это такая организация, которая не коммертина организация, которая связь с Украиной и Америкой. Они очень много делают в нашем месте. Украинские разные проекты борются за то, что вы скорее получили дозволь на работу. Поэтому я запрошу сюда Влад Скотця, он директор этой организации. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо. Широ. Сегодня у меня помещница Емили. Добрый вечер. Мы из Украины. Добрый вечер. Нас нужно . попереду. Мы рады вас видеть, рады вас витать в Сакраменто. И мы рады все сделать, чтобы Сакраменто стало вашей домовкой. Меня зовут Влад Скотц. Я живу 21 год. Кто из вас недавно как в Сакраменто? Есть такие, которые недавно провели? Есть ли или дольше? Есть ли кто меньше месяца? Уже много. Я вспоминал свои почувствия. Когда я приехал сюда, то первый год я был уверен, что я вернусь жить в Украине. Первая работа моя в Америце была это китайский ресторан. В китайский ресторан. Я вночу мив посуду. Авдей навчался. Я хочу вас захочити першим ділом, что есть два принципи. Love or live. Полюбить або залиште. Я хотів чтобы вы настроили свой понимание чтобы любить Америку. Любить этих людей. Любить то, что вы видите на округе. Любить английскую мову. И поскорише интегруватися тут. Я хочу вас запевнити, что Америка это очень вечно нация. А вас никогда не будет смеяться за акцентом вашего. Тут никогда никто не будет смеяться с какой непрестижной работой. Поэтому будьте уверены. Я хотел бы сюда запросить мого коллегу Дениса Наконечный. Мы разом працюем в Украине Американ Хаус. Окрім санкций против Росії, окрім допомоги України шльомами, бронежилетами, ми зараз агресивно працюем з законодавчими органами, щоб дали work permit. Вчора була довга розмова з такими асамблем мебрами Кінкули, далі сенатором Паділа. Ми зараз працюємо усилено, щоб вони зробили експедайдет процес на отримання права на роботу. Тому хочемо заходить, щоб ви свідкували на веб-сайті uahouse.org Заходьте туди, там буде загружатися інформація, також у нас на фейсбуці. І зараз ми строїмо спеціальний такий нитворок, де ви зможете бачити робочі місця, які також відкриваються тут в Сакраменду. Може, декілька слів по цей проєкт. Я можу сім. Друзі, я всіх вітаю. Це дійсно чудова подія, коли зібралося стільки українців. Ми зазвичай привикли з вами збиратися на великих площах в Україні на такі чудові гарні концерти. Я тут так само, як і ви, не більше двох місяців ми переїхали сюди з родиною, але я дуже радий тому, що українська спільнота, такий гарний нетворкінг, який ми маємо тут, він дає можливість українцям вливатися в життя українців тут в Америці. І наше партнерство з владом, воно було теж певною несподіванкою для мене, тому що коли я приїхав сюди, я залишив достатньо великий бізнес, ми все залишили, ми взяли свою родину, приїхали сюди, знаєте, з такою натхненням, з певною харизмою, яка присутня до багатьох українських підприємців, ми почали тут думати, як розвивати серйозно бізнес, як ми зараз будемо змінювати вплив, чи впливати серйозно на ринки тут Сполучених Штатів, але, як сказав пастор Медіс, я в один момент просто зрозумів, що це інша країна, тут трошечки інший менталітет, і він відлічається від нашого підходу до мислення, до побудови якихось систем, стратегій, і просто дуже важливо зараз це просто сприйняти це, погодитися з цим, і почати формувати свій шлях особисто для того, щоби успіх був, якби наближати успіх вашого життя тут цій країні. Я дуже радий тому, що ми зустрілися з владом, тому що у нас просто, знаєте, в перші декілька днів була відчутна дуже серйозна синергія. Мій певний досвід в великих проєктах, організаційних проєктах, які ми робили в Україні, його можливості, його знайомство тут в Україні, його надзвичайно велике серце, яке любить Україну, українців, які приїжджають особливо сюди, і у нас є дійсно велика, велика, велика кількість проєктів, ідеї, які б ми хотіли би спільно реалізувати, і, напевно, не буду займати багато часу, просто хочу сказати про те, що вони складаються з декількох площин. Перша це площина, це допомога в інтеграції українців, нас з вами, у реалії американського життя. Тому що нас приїхало з вами дуже багато. Ми приїхали вже достатньо освіченими людьми, ми приїхали з вами з гарною освітою, з гарним досвідом у роботі, ми, більшість з нас, чи багато з нас, хто працювали на дуже успішних компаніях, ми маємо цей такий високий рівень підходу до робочого процесу, до розуміння того, як це має бути. І зараз просто дуже важливо нам всім друг друга підтримувати, допомагати, інтегруватися нашими можливостями, нашими знаннями в реалії сьогодення, в якому ми з вами живемо. І, по-друге, це розширювати вплив культури української тут, в Америці, і безпосередньо тут, в Ерії Сакраменто. І один із великих проєктів, про який ми зараз думаємо, про який ми зараз плануємо, це проведення великого такого івенту, концерту на центральній вулиці тут, в Сакраменто, біля будівлі Капітолію на День Незалежності, 27 серпня, ну, можливо, навіть з залученням якихось наших таких дуже відомих зірок, музичних, я поки що не буду їх називати, але це дійсно великі зірки, великі команди, групи музичних, яких ви дуже добре знаєте. Я впевнений в тому, що це дійсно стане таким великим святом. Українців буде ще більше, наша культура буде ще більше помножуватись. І головне, що ми зможемо бути успішними, ми зможемо бути тут щасливими, будувати своє життя тут. І хай Бог нам в цьому допоможе. Ми дякуємо сьогодні за церковь СОЛ, яка дає таку можливість, вона створює умови, вона створює можливості для того, щоби комунікувати, щоби допомагати вам. І ми, як організація, всіляко підтримуємо всі ідеї, всі ініціативи, які в тому числі зароджуються ці цели. Я дуже дякую всім, дякую за це можливість сказати. Дякую. І на завершення хочу сказати, що саме цінне, що є це ви особисто, це ваш розум. Тому дуже важливо, щоб ви тримали себе в бодрому дусі. Все, що сталося з вами, хоч це зробить вас сильнішими, ви сьогодні потрібні вашим близьким, вашим ріднім. Тому зміцніться і все краще буде попереду. Ще раз на веб-сайті uahouse.org запам'ятайте uahouse.org або якщо просто ви в гуглі наберете Ukraine American House, ви зможете знайти посилання на наш веб-сайт і сподіваємось, що ми зможемо бути вам корисні. Щиро дякую. Дякуємо Україні American House, Влад і Денис. Дуже дякуємо за цю інформацію. Ну, а зараз запрошую сюди працівника, я не знаю, як українською всі ці слова сказати, це Sacramento County Human Department Assistance, правильно? Department of Human Assistance. Department of Human Assistance, це там, де вам дають безкоштовно гроші. Це дуже гарна організація, дякую, що нам це не даєте. Так, значить, буду задавати запитання стосовно тих програм, які сьогодні працюють в Sacramento County і які потрібні для наших людей. Перше питання, що це таке за організація, взагалі, що вона собою представляє і на які сьогодні бенефіти можуть розраховувати українці, які пройшли по нюнтарному паролі в США? Дякую, Ерік. Наша організація називається Department of Human Assistance, тобто це департамент гуманітарної допомоги або соціальної допомоги. Приблизно вона, як у нас в Україні, як СОБЕС, багато хто знає, тобто соціальна допомога, соціальна підтримка від держави. Тут всі знають цю організацію як ВЕЛФАР. Значить, це получається та установа, де люди можуть відвертатися і получати певну допомогу від держави. Допомога різна в залежності від того, яка у вас сім'я. Чи ви є одинокою людиною, чи ви маєте дітей неповнолітніх, від того залежить, яка допомога вам на якого ви можете розраховувати. Ті люди, що приїхали по гуманітарному паролю, я думаю, що багато вже знає з вас, якщо у вас є неповнолітні діти, ви можете подавати на програму CalWorks, це грошова допомога для сімей з дітьми до 18 років. Цю допомогу ви можете отримати на весь момент, поки у вас ваш пароль дійсний. Також є у нас друга програма, називається CalFresh, або футстемпи. З цією програмою трохи складніше, тому що багато з вас знає, що вам відмовили і за того, що у вас пароль на два дня не вистачає до повного року. Це, на жаль, правила федеральні, які... Каліфорнія, виходить, йде по федеральних правилах, якщо на грошову допомогу нема такої такого, якби... restriction. Так. Значить, то на футстемпи, там на CalFresh конкретно говориться, що має бути at least one year, тобто мінімум один рік. Приблизно 80% людей, хто зайшов через Мексику, дуже багато людей до мене звертаються і присилають документи свої, приблизно 80% мають неповний рік. Але деякі люди, можна сказати, їм пощастило, в них є, ставять їм на повний рік. Я замітив, що це особливо є багато в основному людей, хто заходив через порт чи пункт Отаймеса. Якщо ви заходили через Отаймеса, дуже уважно подивіться на свої білі карточки, які вам вклеїли в паспорт. Якщо у вас написано, наприклад, ви зайшли 20 квітня і у вас пароль до 19 квітня наступного року, це вважається по закону як повний рік і ви маєте право також отримувати фудстемпи. Якщо у вас, наприклад, з 20 по 18, як у більшості, на жаль, то, на жаль, фудстемпи не дають. І третя програма це медікал. Медікал в основному якби всім дають, незалежно від того, чи у вас є неповнолітні діти, чи ви одинока людина. Каліфорнія одна із тих штатів, яка дає без проблем ці бенефіти. Я хочу сказати, що вам дуже пощастило. У мене є багато друзів звертаються до мене з інших штатів і вони питають і як у нас і що у них і якби картина така, що дуже небагато штатів в Америці, які дають допомогу іменно тим, хто заїхав по паролю. Каліфорнія один із тих штатів, так що ви якби в нужному місці оказалися. Дякую, дякую. Значить, ще правильно ми зрозуміли, отримати право на грошову допомогу можуть ті, у кого є діти до 18 років. Ті, в кого немає дітей, на що вони можуть тільки право отримати? А, виходить, так. Якщо дітей немає, якщо люди без дітей, то в залежності від того, який строк у них стоїть на білій карточці, якщо неповний рік, то тільки медикал. Якщо у вас виходить, що вам пощастило, вам поставили на повний рік, то тоді і фудстемпи, і медикал. Чи може бути таке? Є такі випадки, що відмовили, там, в медикалі, наприклад, чи, наприклад, в людей є діти, а їм все одно відмовили у фудстемпах, і в них, наприклад, можливо, і повний рік є. Чи може бути якась помилка працівника? Чи варто їм знову звертатися? Так, звичайно, і ми це бачимо, на жаль, дуже часто. Ви знаєте, у нас по всьому округу Сакраменто у нас чотири, чи навіть п'ять офісів нашої установи. Багато людей, які роблять, є американці, і вони дуже часто просто не знають правильно, як підходити до цих міграційних документів. Справа в тому, що по паролю стали люди заїжджати відносно недавно. Колись була програма така, що хто колись приїжджали до нас по біжинської програмі, і десь 10 років, до 10 років тому заїжджали по паролю теж, що це люди, які пополучали цей статус через Москву. Але більше 10 років цього не відбувалося, і якби людей просто відвикли від цих документів, від цих статусів. Вони, багато людей змінилося, працівників. Люди, які наразі роблять у нас в нашій установі, вони часто просто не знають. Якщо вам повезло, і у вас російськомовний працівник, воркер, в основному ці люди вже знають, що це за статус, вони прекрасно зуміють, хто їде по паролю, і вони, в принципі, цю інформацію володіють цю інформацію ліпше. Але є багато випадків, коли ви опадаєте до американця, в основному ці по телефону, вам дзвонять із перекладачем, і часто люди просто пишуть, що ви як undocumented, тобто у вас немає статусу ніякого. Це і не так. І пам'ятаєте, що завжди, навіть якщо у вас є відмова, ви завжди можете це оскаржити, ви можете під'їхати показати документи своїй працівнику, ви маєте право зустрітися із супервайзером, або також у вас є право подати на слухання. Тобто це якби незалежно такі процеси, ви можете подати по телефону, по почті і по онлайн режимі, якщо ви не згідні з якоюсь дією нашої установи. Дякуємо. Тепер ще таке коротке питання, які потрібні конкретно документи для того, щоб подавати на ці програми. Там говорять, що, наприклад, якщо немає социал сікюріті в тебе номера, то тобі немає чого туди йти, якщо немає ще якогось документа, так само. То які конкретно документи потрібні обов'язково, щоб були? Дивіться, дуже хороше питання, тому що кожна програма має свої вимоги, так, по документах. А CalWorks програма, якщо у вас є дітки, то там виходить більше вимог до документів. Звичайно, ви маєте підтвердити свою особу та ваш інверсійний статус. Тобто, ваш паспорт і ваша біла карточка це ваші є основні документи тут, в цій країні. Ще вимагається також мати номер социал сікюріті або подати на нього. І це є велика проблема, з якою ми столкнулись буквально на прошлом тижні, тому що социал сікюріті адміністрація перестала приймати наші направлення. Трошки якби відступлю. Ви мабуть знаєте, якщо ви заїхали по паролю, що ви получите социал сікюріті номер, ви маєте мати дозвіл на роботу. Якщо у вас немає дозвілу на роботу, то ви не можете получити цей номер тільки якщо є виключення, коли від вас вимагають цей номер для отримання якогось бенефіту від держави. Тобто, наприклад, як велфер. Наша установа давала ці направлення людям і приблизно протягом місяця, навіть півтора, я думаю, люди в основному їздили в офіси і подавали, і в них ці документи приймали. Буквально тиждень назад, я думаю, в четвер першлий це все змінилося, з якоїсь причини социал секьюрити адміністрація перестала приймати наше направлення і вони дають людям відмови письмові. Дуже важливо, якщо ви ще в процесі, якщо у вас апойтмент ще буде або тільки що пройшов недавно і від вас попросили предоставити цю інформацію, тобто ресіт принести, що ви подали, обов'язково зробіть це, тому що ми маємо мати навіть офіційну письмову відмову. Якщо вони вам відмовляють, це має бути у нас в системі, тому що якщо цією інформацію ви не подасте комп'ютер, система автоматично через 90 днів вас просто закриє вашу допомогу. Тому це дуже важливо, навіть якщо ми знаємо на даний момент і ми працюємо над цим питанням, питаємось вияснити в чому саме проблема, як ми можемо вирішити це і це просто динамічний процес, це все зараз в процесі виходить. Дякую. І останнє питання це стосовно TPS є тут люди, які подали на TPS, підніміть рукобіруски. Що буде з людьми, які подали на TPS статус, чи втратять вони бенефіти і ті, хто планують подати, чи варто з вашою структурою, з вашої сторони їм подавати на TPS це темпорі протекти статус. Теж дуже хороше питання. Дивіться, дисклеймер такий я не є адвокат. Щоб ви знали, я не є іміграційний адвокат. Є різні інтерпретації того, чи можна, точніше, чи варто це робити, чи не варто. Багато хто робиться і якщо ви заїхали по паролю, у вас є право в принципі подати також на цей статус TPS. Чи це є цілісообразно? Це інше питання. Якщо ви получаєте бенефіти від нашої установи, я завжди кажу не спішіть, тому що дуже часто знову ж таки це з-за того, що багато наших працівників, вони просто, якщо ви скажете, вас питають, який у вас статус TPS, вони можуть просто наврядити вам самим, якщо вони поміняють вам статус комп'ютері по TPS, ви не зможете получати нічого, крім медикал. Тобто TPS дає право в Каліфорнії получати тільки медикал. Тому це така тонка ситуація, що в принципі по закону він вам не має заважати. Ви можете мати паралельну статус-пароль і паралельну TPS. Наскільки я інформація, яка у мене є на даний момент. Просто як Ерік сказав з плана получення бенефітів держави може одразу це не робіть. Тому що у вас в принципі пам'ятайте є ще достатньо часу. TPS ви можете подати через пів року, ви можете подати через 9 місяців. Він дійсний у вас до жовтня 2023 року. Тобто ви можете спокійно перейти з паролю на TPS в будь-який час. Це не треба зробити прямо зараз. Якщо ви це зробили, це теж не проблема. Просто це треба враховувати такі нюанси. В общем, може бути перешкода при отриманні бенефітів, якщо можливо. Це ще не точно. Так. Зрозуміло. Потенційно. Потенційно це може бути. Добре. Дякуємо. Тоді, друзі, якщо у вас буде ще якісь запитання до Дмитра стосовно стосовно бенефітів, стосовно давайте вас запитання. Дуже коротко. Ще раз тут учніть, що стосується термінів. Якщо 21-го заїхав, а поставили до 20-го, ми рахуємо, що це повний рік? Так. Якщо заїхав, я повторюю, для всіх, якщо заїхав 21-го, а поставили 20-го, до 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 20-го, стосовно цих дат. У нас в Україні, в Європі традиційно рахується як? Рік це з 20-го по 20-те, правильно? З 20-го квітня 22-го, по 20-те квітня 23-го. В Америці трошки це не так. Тут рахується, і навіть всі, якщо документи, якщо людина приїжджає по візі, тут получає на 6 місяців штамп паспортів, вона заїжджає, наприклад, 20-го квітня, в неї ставлять до 19-го жовтня, це 6 місяців. Рік тут вважається також з 20-го квітня по 19-ти квітня, тому що в них вважається, якщо вам ставлять з 20-го по 20-ти, це вже один рік і один день. З 20-го по 19-ти це у них вважається 365 днів повний рік. Тому багато конфьюжн, багато непорозуміння і у працівників, і у всіх стосовно саме цих дат. Давайте, ще одне питання, будь ласка, від вас. По поводу соціал-секюрити, це же нонборкинг соціал-секюрити, правильно? Видають всім. Так, спасибо за питання по поводу соціал-секюрити, какой именно вид соціал-секюрити номера, то есть є два вида, є два вида, один вид это обычний, который дает право на работу, вернее, я переправлю себя, є три вида карточки, на карточке полностью просто ваша фамилия, імя, она, то есть полностью clear, unrestricted, так называемо, это карточка, которую дают гражданам, которые дают людям, у которых есть green card. второй вид карточки, когда на карточке написано valid for work only with DHS authorization, то есть годно для работы при наличии разрешения на работу, да, и третий вид карточки, это, когда написано вообще not valid for employment, в случае с паролем, вы получаете, если вы попадаете на право на работу и получаете его потом через шесть месяцев или через сколько оно вам придет, у вас будет второй вид, на котором будет написано годин с правом на работу, в случае с welfare, если вас направили, то это будет третий, именно нерабочий, которым будет написано not valid for employment, то есть я хочу вам сказать, просто чтобы вы знали этот номер, он дается всем, то есть он дается человеку на всю жизнь, то есть на данный момент вы можете сначала получить нерабочий номер, потом, когда вы получаете право на работу, вам просто обновляет эту карточку, номер остается у вас тот же самый, то есть у вас кредитная история начинается уже с самого начала, какой бы у вас он не был. Дякую, я знаю, что у вас есть очень много вопросов, Назар, можно тебе еще сюда, пожалуйста? Друзья, у нас есть два работника, Дмитро, он из Сакраменто-Каунти, Назар, он работает в Плейсер-Каунти, это розвил, если вы живете в Роклин, в тот район, ну, если вы попали в тот район, это круто, что там говорят, то вы можете подойти до этих двух людей, после, потому что я знаю, что у этих есть конкретные, может, вопросы, особистые, не загальные. Поэтому, если вы, давайте, идите сюда, вот вы, и вы так прям подошли. Говорите в микрофон для всех людей. У меня с 1 квотна, так мы приехали, по 30 березня, это не хватает 11, это 30 дней, значит, это без одного дня. это все-таки ваше особистое питание, вы нас чуть-чуть загальные, я уже понял, это все же украинцы, я знаю, мы умеем, мы умеем очень-то по-різному, потому, что мы сейчас это очень много видим, на работе стараемся объяснить, но с переводчиками наши бедные американцы стараются и с одной стороны объяснить, не говоря, что нужно правильно говорить, потому что у нас есть две ответственности, одна нашему работодателю, кто нам платит, мы должны эти программы делать правильно, а с другой стороны, мы хотим помогать и вам, и всем, кто подает на бенефиты. Когда вы приезжаете в семью, вас семья принимает, вас на первые дни, на первые недели, месяц, не знаю, как долго, вас никто ничего не берет, вас кормят, вас дают жилье, вам даже деколи могут купить одежду и так далее, и это все хорошо, но когда вы подаете на бенефиты, и приходите до нас, и нам предоставляете эту информацию, что вам дают бесплатно рент, вас кормят, вас вдягают и так далее, как правило на это, например, если бы приехал до меня Эрик, я его кормлю, я ему даю дожити, я ему покупаю одежду, вы видите, какой хороший, когда он приходит подавать на бенефиты, работа в него питается, где ты живешь, сколько ты плотишь и так далее, Эрик говорит, что все мне предоставляете, и что мы тогда делаем, мы ставим долларную цину на эту помощь, и мы тогда рассчитываем, окей, Эрик, тебе дают бесплатную ежу, окей, это коштует 900 долларов в месяц, и мы рассчитываем это как заработок, как субсидия, как субсидия, мы ставим просто суму, как вы живете, как у вас есть субсидия, это очень важно, потому что мы многое уже видим, кто пришел, семья, двое детей, трое детей, в конце ничего не получают, потому что они говорят, что все бесплатно, мы ни за что не платим, с нами что платим, и это хорошо, это правильно, и говорить правду, мы не хотим, чтобы вы говорили неправду, а с другой стороны, если вам дают какие-то бенефиты, это как другая кинезь этой палки, ну, морально, правильно, или даже совестно, делиться этими, ну, давайте этой семье что-то, и когда вы только даете какую-то количество денег, этой семье, которая вас принимает, за рент, за ежу, чтобы это другого не было, сразу это все отнимается, и вам тогда можно выделить полные бенефиты, заместо того, чтобы, вот сейчас сегодня бачу, заместо того, чтобы получить 1600 с копейками бенефитов, им выдают 70 или 50 чем-то, потому что все эти, все эти гроши, всю эту помощь, которую им дают, рассчитывают как заработок для них, и снижают их бенефиты. Как доход, да, ставят. Так что, очень аккуратно, и не аккуратно, правильно говорить правду, но, с другой стороны, если вам уже дают какие-то бенефиты, если вам дают какую-то помощь, если у вас есть какие-то деньги, которые вы себе привезли, помогайте тоже той семье, которая вас приняла, и говорите своими работниками также. Добавлю буквально пару слов. Часто спитают меня тоже, когда, например, подают люди на грошовую помощь, у них есть дети, что мы можем иметь, например, сколько мы можем иметь грошей, какие мы можем иметь машины, потому что некоторые люди уже, ну, приезжают с грошами люди, так, возможно, находят машину. По закону вы можете иметь до 10 тысяч, если вы подаете на грошовую помощь. Это могут быть гроши у вас как готевка, кеш, да, або на рахунку в банку. До 10 тысяч, если у вас есть, вы можете спокойно, не бояться, это, как бы, скриваться, до 10 тысяч вы будете проходить квалификюту, квалификюваты, сори, на программу. Машина також, дозволяется одна машина до 25 тысяч, если у вас это грошова помощь. И еще одно вопрос, в момент, так же стосовно прививок. Багато из вас, кто приезжает с детьми, по правилам нашего велфера, на грошовую допомогу, если у вас есть дети до 6 лет, вы должны иметь прививки. Резные отношения, я понимаю, у разных людей до прививок. Это не для этого мы тут наразе. Но, что я хочу сказать, если вы не имеете прививок с собой, або если вы имеете, карточка ваша еще не имеет перекладу на английскую мову, значит, что получается, что если вы не подаете эту информацию, компьютер автоматично вас как бы наказывает, то есть вы принимаете еще от вашей сумки тоже какую-то сумму грошей. Что в этом случае нужно сделать? У вас есть возможность сказать своему воркеру, что у вас есть прививки, но вы еще не имеете перевод. Также вы маете право попросить на отвод по религийным причинам. Стосовно этого, если вы детей, например, не вкололи, вы можете так же сказать, и тогда вам не будут принимать за это. Мы видим, что так часто бывает. На жаль, люди приезжают, у них еще нет медикала, они еще не могут пойти в клинику и сделать это. Но помните про это тоже. Дуже дякую. Давайте подякуем працівникам, украинским працівникам в американском руководстве, которые дают нам деньги и допомогу. Дякую вам. Будь ласка, можете проходить. Поэтому, пожалуйста, это не для них. Ваше питание не для них. Многие люди задают вопрос, что вы подали право на работу. Кто подал право на работу? И вам сказали, сколько ожидаете? 6 и может больше месяцев. 4, много месяцев. На данный момент, почему тут нет человека, который может вам дать на это ответ? Потому что мы поговорили с всеми адвокатами, с кем только можно. И пока новой информации нет. На данный момент, закон такой, что ожидать такой период времени. Меньше пока нет. Поэтому, украинская американхаус, мы, украинцы, диаспора, работаем над тем, чтобы это посвечить. Впливаем на сенатори, пишем им письма, листи, просим их, чтобы это давали посвечу. Потому что наши украинцы готовы работать, и зарабатывать деньги и платить податки. Поэтому, мы им про это говорим и надеемся, что вплинемо на это и оно изменится. На данный момент, новой информации про это нет. Илья Коррифан, это человек, который помогает иммигрантам в нашем городе, особенно медийно. Привет, пожалуйста, его. Он тоже несколько порад. Доброго вечера, место добра. Скажите, вообще, я не очень помогаю, я просто с камерой стою и снимаю, кто помогает. Это тоже помогает. Не думайте, что я что-то сделаю. Я вообще не умею разговаривать. Гроши ты даешь? Это самое главное. Смотря кому. Друзья, говоря о грошах. Только что Дмитро и хлопец разговаривали, как бесплатно собирать из американских деревьев снимать доллары. Велфер называется. Я говорю, не задерживайте там. Не затримуйтесь. Дякую. Я из Дніпра, Москаль. Еще учу в Украину. Мову. Короче, это очень хорошая помощь с начала, когда приехали из США. Велфер, чтобы все встали на ноги. потом вчиться, вчите английскую мову. И либо продолжаете по профессии, развиваетесь, учитесь на доктора, профессора и просто взлетаете по карьере, либо открываете свой бизнес. Вот эти два пути, где вы можете успеть и преуспеть и стать, переплюнуть всех местных американцев по состоянию. Я просто вижу. Особенно у эмигрантов есть такая фишка трудиться очень сильно в аркохолике. Я просто знаю много эмигрантов, работают по 28 часов в сутки. И они очень сильно преуспевают. Поэтому, если вы будете работать, работайте как можно меньше на дядю, а как можно больше на себя. Пробуйте все возможные возможности. Допустим, будьте любопытными. Вы думаете, а как там купить рак? Порасспрашивайте у Влада, порасспрашивайте у всех. Тут люди много, ну не все, конечно, но много делятся информацией. Начните экспериментировать, откройте тот бизнес, попробуйте этот бизнес. Бизнес это страна, где вы можете легально, без взяток, без дяди в депутатах выйти на огромный уровень и процветать. И платить огромные налоги. Это хорошее, это поэтому я всех хочу вдохновить, развивайте свой бизнес. Как можно меньше работать на Uber, на Lyft, на вот эти DoorDash. Это все хорошо в начале, но думайте, вдруг у вас, вдруг вы электрик, вдруг вы классный красильщик, красите дома, вдруг вы строитель, вдруг вы дизайнер одежды, вдруг вы парикмахер, как можно быстрее. И, кстати, для иммигрантов каждый первый день месяца группа иммигрантов Сакрамента мы приглашаем всех, постите свои частные объявления. Я пеку торты, я парикмахер, я бесплатно для всех иммигрантов официально. Потом вы когда становитесь крутым бизнесменом, олигархом, приходите к нам на радио, в афишу, в диаспору, мы вас будем продвигать, процветать, потому что мы город добра. И еще одна такая фишка для сердца, для души хочу сказать. Когда вы становитесь на ноги, вам просто хочется протянуть руку нуждающимся. И еще богато наших родичей на Украине, которые будут сюда приезжать, просить помощи, проявляйте им любовь, проявляйте внимание. Дарите все ваши Prius, которые вы уже отъездили, вы уже пересаживаете на новый Prius, подарите иммигрантов. Но это все впереди, я просто знаю людей, которые это делают. Некоторые это делают за кадром, не хотят об этом говорить, но когда-то вы будете на этом месте. Это такой кайф, такое удовольствие и здесь вот это мероприятие, вот эта церковь, эта парашолька на этом и живет. День добра. Есть такое слово? И кстати, здесь очень много волонтеров, которые были в таборе беженцев. Поднимите руку, если есть люди, которые волонтеры или в лагере беженцев. Лео, Лиля, много людей. Друзья, это люди, которые просто отказались от работы на неделю, 2-3 и просто поехали помогать. Мы такое удовольствие, получили. Такое добро и это все благодаря вдохновению от нашего города, добра и вообще от Бога. Слава Богу за Бога, потому что если не Бог, то не дай Бог. Back to you. Спасибо, Илья, спасибо, Илья, за те, что ты делаешь в нашем месте. Следкуйте за оновлениями, которые делает Илья на своих страничках, потому что мы и туда отправляем все информативные вещи про то, что происходит в нашем месте. Итак, мы идем до конца, закинчиваем. Сейчас хочу с вами поделиться той информацией, которую мы отримали также от адвокатов, стосовно того, а как же остаться в Америке? Что же нужно сделать, чтобы тут остаться? Видите, это вопрос очень сложное. И первое, что мы хотим вам сказать, что вам нужно искать иммиграционных адвокатов, которые будут вам помогать в этом вопросе. Потому что каждая ситуация есть окремая, и в каждой ситуации есть свои таки подводные камни, про которые нужно знать адвокату. Это первое. Другое. Вы можете подавать на ТПС, это темпер и протектов статус, который можно продлевать. Фишка цього, цієї программы, что вам можно всегда продолжить. То есть, вы подали на ТПС, вам дали на какой термин его дали, и потом вы снова можете продолжить подавать. Спілкуюсь сегодня с адвокатами, они сказали, что даже если война в Украине закончится, то ТПС может давать вам надалі продолжить. Потому что есть причины, почему еще не можно возвращаться назад в Краину после войны. Поэтому ТПС это пока одна из таких программ, на которую можно подать и продлить свои проживания тут в США. Но, как сказали, не спешите сразу это делать. Другая. Если вы планируете подать на политический притулок, политический assignment, если у вас есть по политическому справе, вы можете это подать, но тогда не подавайте на темпе и протекте статус. Это очень просили адвокаты передать. Если вы хотите подать на ТПС, то вы не сможете подать на политический притулок. Это понятно. программа ТПС, которая может помочь в США. Может, еще что-то появится, но на данный момент это та информация, которая есть. Проверьте напрямую с адвокатом, который может вам помочь. Для этого подписывайтесь на нашу группу, телеграм-канал, где мы будем выставлять адвокатов, где мы будем выставлять информацию, новые, которые программы открываются. Там есть QR-код, который там на столику. Подписывайтесь. Это программа, которой керуют наши волонтеры, которые помогают вам оформляться. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы иметь все новины, все эти изменения даже по Сакраменту. Там мы конкретно по Сакраменту. И последнее. Я запрошу сюда Михаил Лоткач, Юлия Гусина. Будь ласка, пейдите сюда. Я хочу представить людей, которые еще в нашем месте. Они деколька слов скажут, какую организацию предоставляют очень коротко и по каких вопросах могут вернуться. Это пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Лоткач. Я региональный керевник Украинской федеральной кредитной спины в Сакраменту в Калифорнии. Мы маем два офиса. И конечно очень приятной рады вас бачить сегодня вечер. И хочу запропоновать вам, звичайно, вы приехали из нашей батьковщины, где сейчас провалится война. Маете певные переживания и певные надеи для проживания тут в Америке. Дехто может приехать с грошей, кто планует заработать эти гроши, но без банковской системы вы не сможете. Поэтому я предлагаю вам добрые послуги от Украинской Федеральной Кредитной СПО в целях всех банковских операций для вашего бизнеса. Америка, звичайно, это великое опортунение, великое шанси для каждого из нас добиться то, что вы желаете в своем жизни. Поэтому желаю вам успеху и благословить в вашем жизни и в вашем финансовом справах и пропоную все банковские послуги для каждого из вас. У нас есть достаточно хорошие умовы для людей, которые приехали без социал секьюрити. Необходимо только паспорт и Ай-94 форму. И, конечно, желание сповпрацювать с Украинской Федеральной Кредитной спилкой, а вам желаю все наше успеху. Спасибо. Спасибо, Михаил Ткач, за украинскую вероятную спилку, к ним нашему миссию. Ласка, Юля. Здравствуйте, добрый вечер. Я из Латвии, я не могу говорить на украинском, но у меня муж из Украины, поэтому я все понимаю. Поэтому не говорите плохое сейчас про меня. Потому что я буду говорить о вещах не очень хороших, потому что о здоровье вообще говорить никто и получили все проблемы, до этого были здоровы, но давайте все-таки про здоровье поговорим немножко. Я работаю в сети медицинских клиник, клиники называются Элика, при этой сети медицинских клиник есть центр помощи для пациентов. И наш центр помощи помогает с различными социальными программами, социальными вопросами. И часть вопросов уже была здесь затронута, но я хочу немножко остановиться на двух очень-очень важных моментах. Помент первый, если вы еще до сих пор не были в департаменте социальной помощи и не подавали ни на какие пособия, на страховки и на что-то еще, если вы пришли и вам отказывают, пожалуйста, не расстраивайтесь, не разворачивайтесь и не уходите. Запишите одну очень-очень важную цифру или название письма. I это как вот I с точкой наверху 40 22 это письмо, которое штат Калифорния разослал всем департаментам социальной помощи. В этом письме четко и ясно написано, на что вы имеете право. И если, допустим, вы четко знаете, точно знаете, что вы имеете право на CallFresh, вы пришли и вам сказали, что нет, мы вам не дадим, попросите, пожалуйста, сотрудника, чтобы он открыл письмо, которое называется I 40 22. Это письмо было разослано всем департаментом и здесь сказано, кто и на что может получить право. И действительно, те, кто имеет статус ТПС, статус временной защиты, они не получают право ни на какие пособия, ни на CallFresh, ни на CallWork, ни на Капи, ни на все остальное. Те, кто имеет гуманитарный пароль срока менее чем на год, они могут получать некоторые программы. Те, кто имеет гуманитарный пароль на срок год и более, тоже могут получать. И очень важный момент, если вы прожили здесь год, вот эти вот неполный год, и ваш гуманитарный пароль, ваш статус уже подошел к концу, вы можете его продлить. Гуманитарный пароль, так же, как и статус временной защиты, можно продлевать. Если в Украине ситуация не изменилась, то вы этот статус продлить можете. Здесь совершенно точно сказали, что если вы меняете статус на ТПС, то вы лишаетесь всех пособий. Вы можете подумать, а как же социальные службы узнают, что я поменял этот статус. Дело в том, что когда вы подаете заявку на Медикал, когда вы подаете заявку на какие-либо пособия, вы заполняете бумагу, где вы пишете, что я обязуюсь сообщить социальной службе, если я поменяю адрес, у меня поменяется доход, или я поменяю свой иммиграционный статус. Это ваша зона ответственности, это ваша степень ответственности перед штатом, перед всеми программами. Вы должны быть честными, предельно честными. Как только ваш статус поменялся, вы должны сообщить. Когда придется все деньги, к сожалению, возвращать. Что касается медицинской помощи. Медицинская помощь положена и тем, кто приехал по паролю на неполный год, и тем, кто приехал по паролю на год, и тем, кто получил статус временной защиты. Если у вас есть спонсоры, которые вас пригласили сюда, или которые подписали за вас какие-то бумаги, они вас могут останавливать и отговаривать. Но, пожалуйста, объясните им, что штат Калифорния настолько прекрасен и настолько рад принять беженцев из Украины, что штат Калифорния освободил спонсоров от необходимости медицинской помощи для беженцев. Вы имеете полное право и вашим спонсорам за это ничего не будет, потому что спонсор подписывает поддержку на федеральном уровне. Штат Калифорния на своем уровне, на уровне штата дает вам полную медицинскую помощь. Что касается тех, кто приехал по паролю, они могут получить эту полную медицинскую страховку Full Scope Medical сразу по умолчанию. Те, кто приехали по статусу ТПС, им немножечко сложнее, потому что для них существует еще одна дополнительная форма. Если вы приехали по статусу ТПС и вам дали страховку, которая называется Emergency Medical, то есть Medical для госпиталя, вам нужно еще раз вернуться туда, где вы получили эту страховку и сказать, что вы хотите заполнить форму, которая называется MC13. Это форма, которая специально разработана для тех, кто находится в США сведомо иммиграционной службы Соединенных Штатов и имеет право на полное страховое покрытие. То есть, если вы приехали и получили статус ТПС и у вас неполная страховка, приходите в Департамент социальной помощи, просите форму MC13 и получаете полную медицинскую страховку, полную медицинскую помощь. Если вдруг вы запутались во всех этих названиях, во всех этих форумах, вы всегда можете обратиться в ресурсный центр Элика. Мы находимся отдельно от поликлиник, мы находимся на улице Ватт Эйвеню, 5735 Ватт Эйвеню в Норс Хайленд, это около Департамента социальной помощи на Ватт Эйвеню. И мы всегда по шагам рассказываем, куда обращаться, что делать, как оформлять права, как подавать документы на страховку и так далее. Что делать, если вдруг вы заболели, пока у вас еще нет страховки? Во-первых, вы можете, если вы заболели вот сейчас ночью, темно или в выходной день, сломали руку, ногу, заболело ухо, поднялась температура, какое-то состояние, которое непонятно, что с вами происходит, вы можете обращаться в госпиталь. Если у вас еще нет страховки, запомните одно название госпиталя, в который вам ехать нельзя. Это госпиталь Сити Кайзер. Если вы приедете в госпиталь Сити Кайзер без страховки, вам потом придется оплачивать счет, который вам придет. Если вы приехали в любой другой госпиталь, то вы можете обратиться в emergency room, это приемный покой скорой помощи, сказать, что вы имеете право на медикал, но у вас его еще нет. Вам либо откроют временную страховку, которая покроет этот визит, либо вам пришлют счет, который потом покроет медикал. Медикал покрывает счета из госпиталя задним числом за 90 дней. Поэтому, если с вами вперед адаптации, особенно у деток это часто происходит, что-то случилось, у ребенка болит ухо, у вас поднялось давление, заболело сердце, не бойтесь ничего и едьте в госпиталь. Если вы читали в фейсбуке какие-то сообщения о том, что я поехал в госпиталь, подвернул ногу, поехал в госпиталь, мне пришел счет на 10 тысяч, теперь я его оплачиваю. Да, если у человека есть доход, и он решил не покупать страховку, и поехал в госпиталь, он будет платить за все сам. Но у вас пока нет дохода, вас защищает штат Калифорния. Поэтому, пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не пейте антибиотики, которые вы привезли где-то там в носке спрятаны или еще где-то. И прежде, чем обращаться в не совсем легальные магазины, которые продают украинские лекарства по цене космических кораблей, обращайтесь в обычные американские медицинские офисы. Не бойтесь, вы будете в любом случае под защитой. Что касается деток, если деткам нужна, детям нужна медицинская помощь и еще нет страховки, можно прийти в поликлинику, в любой федеральный медицинский центр. Элика-сеть как раз является федеральной медицинской клиникой. Ребенку прямо во время визита оформят страховку. Визит будет абсолютно бесплатный. Страховка будет временная на месяц и за это время вы как раз успеете оформить страховку полную. И в любом случае постарайтесь в какой-то непонятной ситуации, если вы не знаете, что с вами происходит, что делать собственным здоровьем обращаться в первую очередь к людям знающим, к людям, которые понимают эту систему. Потому что со здоровьем шутить, но вы тут все взрослые люди, вы понимаете, что если с вами что-то случится, то ваши дети останутся одни. Поэтому, пожалуйста, берегите себя и обращайтесь к врачу, когда вам станет плохо. Дякую. Дуже спасибо. Дякую Юлі за... Если еще какие-то вопросы, подходьте, будь ласка. Вона также есть редактором и тут у нее есть директор Афиша Медиагруп. Давид, поднимите, пожалуйста, руку, покажись. если у нас есть тут Этно-ФМ, радио, газеты, то можете так же все тут на наших мовах. И кинец нашей встречи. Я запрошу Сергей, мы вам сделаем оголошение про то, что будет в ближайшие несколько недель в нашем городе. Сергей, если у людей есть дети, если у людей есть дети, что они могут с ними сделать в этом году? Когда они могут с ними пойти? Ну, первое, вы счастливые люди, что у вас есть дети, скажу так. Я перед тем, как ты скажешь, расскажу про детей, я скажу вам какие-то впечатления. Вот, Эрик, ты пил колись воду шланга под великим напором. Пробовал? Не очень приятно. Не очень приятное чувство, что ты не напився водой и налетался бульбашок. Я понимаю вас, друзья, вы, наверное, почули просто много информации. Это как пить воду из трансбоя, из шланга, который под великим тиском подается. И все эти слова вам очень важны. Не переживайте. Вы все понимаете, вы все разберете в этом. Тримайтесь нас, мы вам много еще расскажем. Что до детей, что до детей, мы, правда, от церкви плануем очень классный захист, табір, который называется бумеранг. Мы для детей с 8 по 11 червня плануем проводить этот табір. Это на территории школы Сиоэй. Это для вас новый Сиоэй. Но вы все дизнаетесь. Как можно дизнаться про это? Вот такой флайер мы раздавали всем, кто хочет взять. Тут есть QR-код. Вы можете скачать там наш додаток церковный, где есть вся информация про все наши заходы, ивенты, что происходит здесь. Таким чином, вы приводите до нас своих детей, и мы проводим с ними классный час, они задоволены, и вы также что вашим детям добре. Сколько детям нужно заплатить для того, чтобы принять участие в этом таборе? Вот очень толковое вопрос. Именно для эмигрантов будет бесплатно. Те, кто только заехал через Мексику, кто сейчас новый эмигрант, которые приехали в период войны. Друзья, мы хотим вам послужить. Мы пытаемся сделать это как лучше. Заохочем много волонтеров, которые приедали шукали финансы, деньги, которые смогут нам помогать. Мы хотим вам помогать в этом. Спасибо. Если люди хотят найти украинских друзей, это можно сделать здесь? Что происходит здесь, на территории церкви? Очень слушная вопрос. Сегодня вы пришли и многим вам не хватило места. Многим из вам не хватило ежи. Но каждый суббот в 5-й године здесь собираются эмигранты. У нас достаточно ежи, достаточно места, достаточно времени. Різные заходы для детей проводятся игры. Для дорослых спілкувание, ежа, программа. Мы поднимаем нагальные социальные вопросы, которые очень важны. Чтобы вы получили информацию. Но не так стисло и швидко, и подачу потужно. А может один работник с вами спілкуваться на эту тему 40-30 и вы больше можете отрисовать эту информацию, а далее поспілкуваться с этой человеком. Поэтому мы проводим программу. У нас есть музыка программа. Очень часто тут бывает классный бенд музыкальный, наживо спевающий, грающий. Также, друзья, я уверен, что вы зашли в Starbucks и вам кава не понравилась, но зайдите в нашу каверню, друзья, у нас кава самая классная сакраменто. Есть классные каверни, но у нас на ревне топ, топ. Понимаешь это слово? Так что вы делаете первый кавдок, и вы начали возвращаться. европейский стиль кавы, вы начали возвращаться на центральную улицу Киева-Хрещаток, и вы радеете тому, кто первый каверни каверни каву. Каждую суботу с 5 до 8.30 Мы на вас ждем. У нас очень хороший час. Есть что-то интересное для человеков. Скажи. Для человеков очень много. Мы любим спорт. Мы любим политику. Сейчас не любим говорить. Но мы любим автомобили. часто чоловьи наші собираются вместе. строим автомобили, которые могут ехать по бездорожью. И поднимаемся в горы, едем, отдыхаем, маем час, общаемся. Это что нужно для мужчин. Берем своих парадов, парадов, и как настоящие мужики, долаем перешкоди. Друзья, это такие чоловьище заходы, которые проводятся. Конечно, плануется табор для чоловьевиков, то есть для батьков и сынов. Тато берез сына. И мы дещо готовим такие интересные экстремальные умови, чтобы тати могли общаться с сынами, чтобы не втрачать эту коммуникацию, чтобы был гарный час. И мы такого плану заходы организовываем. Дякую. Что стосовно церкви, могут простые украинцы из всех конфессий прийти? Что тут происходит в этом помещении? Друзья, мы очень открыты. Мы очень открыты для того, чтобы вы отведали нас и могли тут помолиться, могли поспевать писать христианские, могли душой отчетить. Мы сами для того тут собираемся. Каждую неделю у нас изменился график. Если вы возьмете сейфлайер, тут говорится про то, что у нас служение с 9 и 11 30, но у нас изменился график наших церковных служб. И первая служба возникает в 8 30, вторая в 10 15, а третья в 12 30. Всю эту информацию можете черпать из нашего додатка. Додаток можете скачать через QR-код и очень легко будет дизнаться про всю информацию, что происходит в нашей церкви. Друзья, я прошу вас, закачайте этот додаток, потому что вся информация будет вам приходить про все проекты, про все социальные программы, про то, что происходит в нашем городе, про фестиваль украинские, про все мы будем вам отправлять. Дуже всем дякую. Я хочу запросить Лику, Свету и Лену, будь ласка. Это наши волонтеры, которые работают в этой церкви и помогают. Побладуйте им, будь ласка. Вони когда началась программа наша, они от нашей церкви заполняли право на работу, поэтому если вам нужно заполняйте право на работу, а это важно в Америке, вы можете безкоштовно, они вам допоможут, подойти. Если у вас есть вопросы, у вас очень скрутная финансовая ситуация, уже вообще нет выхода, у вас нет речей, у вас еще какие-то проблемы, не имеете на чем спать, у вас есть вопросы просто про помощь, пожалуйста, обратитесь к этих людей, они тут, чтобы служить Богу и украинскому народу, и мы все тут так же для этого. Поэтому дякую всем, и сейчас пастор Сергей завершить молитву, чтобы у нас было все доброе. Саме так, друзья, одним из девизов нашей церкви любим Бога, служим людям. Как можно любить Бога, не служить людям? Друзья, мы хотим помолиться за вас, благословить на этот час, потому что мы залежны от Бога. Поэтому объединяйтесь и хотим молиться за мир в Украине. Добрый наш Бог, мы дякуем тебе, сегодняшний вечер мы могли тут мать все свое место, как жить, как интегруваться, как научиться правильно спілкуваться и понимать эту страну. Благодарю всех эмигрантов, которые приехали в этот крупный час для Украины. Благодарю чтобы все смогли найти житло, работу, автомобиль и найглавное найти друзей, мали постепенно спілкувания с тобой Бог. Мы дякуем тебе, что ты добом мог нам быть тут. Дякуем за эту программу и верим, что в тебе наша сила, что в тебе мы черпаем все джерело нашей энергии и мы маем наше минуле, наше теперешнє и маем наше майбутнє. Боже дорогий, мы сегодня как громада, как люди, которые родились в Украине, а кто-то может и здесь родился. Боже, мы хотим просить тебя за нашу батьковщину, земную Украину и молитву, чтобы ты послал мир, чтобы настав добрий час, и мы не думали про перемоги войскови, а мы думали про как построить страну, как помогать Украине, чтобы она поднялася из этих руин, Господи. И мы верим, что ты сильный дать этого помогу, поэтому вертаемся до тебя, потому что что было невозможно, оно сталося, Господь, и страна существует и борется за свою победу, поэтому мы надеемся на тебя, наш Бог, мы покладаемся на тебя, благослови вси сильные, кто приехал в эту страну, благослови тех, кто помогает и дает им силы працювать для того, чтобы мы стали поддержкой один для одного, поможи нам будет светлым и добром, хай тебе будет слава наш Бог, аминь. Дякую всем, с Богом до перемоги, Украина переможе, мы будем молиться, поддерживать и делать все для этого возможно. Если хотите в табор померан детей своих отправить, подходите к мне, я вам поможу зарегистрироваться. Спасибо, что были с нами, приятного вам часа, и до встречи. Суббота на пятую годину. Суббота на пятую годину. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Это была встреча для эмигрантов. И желаем всем, кто живет в других местах, США или Калифорнии. Я надеюсь, что эта информация была важлива для вас, или полезна для вас. Хочем желаем всем благословения, отживайтесь, держайтесь, все будет хорошо. С вами был Вяк Рифан и украинская громада в столице Калифорнии.